Господин Базул, я очень рада вас видеть в студии. Судан – колоритная южноафриканская страна, но, к сожалению, мало знакомая для россиян, поэтому будем с вами разбираться. Знаете, вот я когда готовилась к интервью, прочитала, что вообще Судан называют Африкой в миниатюре, там проживает около 600 племен. Это вообще так? Большое спасибо за приглашение. Думаю, что это хороший шанс представить Судан для российской публики. Действительно, много людей в Российской Федерации мало что знают о Судане. Тем не менее, наши отношения довольно крепкие и длятся они уже 62 года. Стоит отметить, что много суданцев получили образование на территории Советского Союза и Российской Федерации, поэтому Россия и бывший Советский Союз подготовили нам десятки профессионалов в разных областях. Вы правильно отметили, что в Судане живут более 600 этнических групп. Судан — это территория, на которой смешано много кровей, африканских и арабских, поэтому наша страна богата различными культурными и этническими особенностями. В Судане говорят на арабском языке, хотя многие местные племена имеют свой диалект. Скажите, а вообще, насколько свободно будет себя чувствовать турист в Судане? Давайте сразу, что, скажем так, можно делать и что нельзя? Думаю, Судан известен своими достопримечательностями. Кроме того, могу откровенно сказать, что Хартум — это одна из самых безопасных столиц нашего региона. В 2016 году для студентов из России, которые представляют клуб «Африка», мы устраивали фестиваль, где они представили картины о Судане, хотя и не видели ранее эту страну. Картины были на самом деле замечательными. Шесть из них были прекрасными работами. Их авторам предоставили возможность посетить Судан. Они приехали и вернулись совсем с другим впечатлением о Судане. Знаете, вот мне сказали, если хочешь составить впечатление о Судане, то обязательно нужно посетить суданскую свадьбу. Потому что это что-то незабываемое зрелище. Жених должен одаривать подарками всю родню невесты. Делаются огромные столы и празднуется это, в общем, очень-очень широко. Это вообще так? Правильно вы сказали. Это очень интересная традиция. В Судане много уникальных обычаев, связанных со свадьбой. У нас проходит специальная подготовка женихов и невест. И специальные женщины, которые учат невест свадебным суданским танцам, песням. Также у нас есть традиционная свадебная одежда, которую надевают невесты и женихи. Количество приглашенных гостей даже на простой свадьбе не меньше 500 человек. Простите, я забыл рассказать про специальные суданские духи. Эти духи, которые делаются для свадьбы, называются они Аль-Хамра. Процесс изготовления довольно сложный. Они делаются из сорга. Конечно, в них могут содержаться духи известных марок, но в основном они производятся на основе сорга. Также при подготовке к свадьбе делается делька. Делька – это смесь различных духов и масел, которые используются для массажа. Его готовят специально для жениха и невесты. Нет, ну, надеюсь, что, конечно, я когда-нибудь приеду в Судан и обязательно смогу посетить такую свадебную церемонию. Скажите, а какое национальное блюдо в Судане? Вы правильно отметили, в Судане жили разные этнические группы. Северная, Южная Африка, Центральная Африка, также Западная и Восточная. И арабская этническая группа. Все они создали суданское сообщество. Наши блюда, разумеется, разные. А главное национальное блюдо – это блюдо, которое готовится из сорга. Называется асида. Подается оно, как мясной или овощной гарнир. Суданцы любят есть мясо. У нас его очень много, более 100 миллионов скота. Верблюд, говядина, баранина. Судан экспортирует мясо во многие соседние страны, в частности в Саудовскую Аравию. Поскольку у нас все натуральное, а погода теплая, мясо имеет некоторые дополнительные характеристики. Оно очень вкусное, красное и в нем очень мало жира. Надеюсь, что когда вы посетите Судан, вы попробуете суданское мясо. Это очень сочный и вкусный шашлык. Убедили. Еще я знаю, что, конечно, в Судане делают потрясающие сладости. Причем для женщин это целое событие, потому что для того, чтобы покинуть дом, они должны отпроситься у мужа. А здесь, скажем так, законный повод собраться вместе, поговорить и испечь какие-то потрясающие сладости. Да, в Судане есть сладости. И арабские, и суданские, и сирийские, и турецкие, и гипецкие. Смотрите, господин Базал, если я хочу посетить Судан, Ну, вот что я знаю, что обязательно, конечно, надо попробовать дайвинг на Красном море. Он какой-то там у вас просто потрясающий. Какое сравнение не идет с другими странами. И второе, это нужно обязательно, конечно, поездить по археологическим раскопкам, посмотреть старинные пирамиды. Что еще? Судан, в отличие от других стран, расположен в пустыне и в лесу. Северная часть, это пустыня, а южная, саванна. Там находятся леса и, конечно, Красное море. Одна из достопримечательностей, которую можно посмотреть, это слияние двух нилов, голубого и белого. Первый протекает из Эфиопии. Там расположено большое озеро Тана. А второе находится в глубине Африки. Это озеро называется Виктория. Эти два нила текут с севера и встречаются в нашей столице Харту. Это прекрасное место. Там собирается очень много туристов, в том числе из России, Европы, арабских стран. Оттуда нил течет на север и впадает в Средиземное море. Нил – это самая длинная река в мире. А там расположен национальный зоопарк, который находится в штате Голубой Нил. Он называется Диндер. Там много разных таких животных. Некоторые из них можно увидеть только в Судане. Есть еще два подобных места. В западных штатах Судана, где Кардафан и Драфура. Там тоже есть зоопарки. Что касается Красного моря, то можно сказать, что вода здесь очень чистая и прозрачная. И есть морская жизнь. Многие туристы из Европы, в том числе из Италии и других европейских стран. Едут специально, чтобы посмотреть морскую жизнь. Стоит сказать, что самое благоприятное время для посещения Судана для северных людей с ноября, по-моему, нет с марта. Поняла. Убедили, надо ехать в Судан. Господин посол, давайте поговорим об отношениях между нашими странами. Ну, в первую очередь, конечно, об экономических отношениях. Потому что, если мы вообще возьмем в целом отношения, то они у нас, конечно, очень дружеские. Президент Судана не раз уже приезжал в Москву. Встречался с нашим президентом Владимиром Путиным. Вот. Поэтому давайте поговорим об экономической составляющей. Добро пожаловать в Судан. Спасибо за этот прекрасный вопрос. Как мы отметили еще в начале нашей беседы, мы основали наши отношения 62 года назад. Они развиваются в быстром темпе, как в политической, так и в экономической сфере. Говоря об экономике, можно отметить, что в последние пять лет наши отношения развивались довольно быстро, благодаря различным мероприятиям. В 2013 году была создана межправительственная комиссия, которую возглавляет Министерство природных ресурсов Российской Федерации, а также Министерство нефти и газа и полезных ископаемых со стороны Судана. У нас было уже более пяти успешных сессий между Москвой и Хартумом. Добавление к этим механизмам существует комитет по политической консультации. Его возглавляет Министерство иностранных дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел Республики Судан. Здесь также проходят заседания между нашими столицами. Думаю, что торговый оборот между Суданами и Россией за последние три года увеличился в три раза. Также стоит отметить, что визит президента Республики Судан в Российскую Федерацию дал большую поддержку для наших отношений. И по указаниям наших лидеров мы работаем над укреплением наших отношений в разных сферах, как в политической, так и в экономической. Между нашими сторонами идет крепкая координация на международной арене в разных вопросах. Также у нас крепкое сотрудничество в военной части. И вообще можно сказать, что наша военная школа – это российская военная школа. А если мы возьмем бизнес-отношения, ну я имею в виду малый и средний бизнес. Вот есть интерес, скажем, у российских бизнесменов к суданскому рынку и наоборот у суданских бизнесменов к российскому рынку? Спасибо. Вопрос хороший. Могу сказать, что потенциал огромный, поскольку Судан – страна богатая своими природными ресурсами. Огромная сфера для сотрудничества нашего среднего и малого бизнеса существует с обеих сторон. Но есть несколько проблем. Одна из них играет большую роль – это недостаток информации для российских инвесторов. Вторая проблема – Судан находится под санкциями уже много лет. Более 20 лет он находится под ограничениями со стороны Америки. Это можно также считать одной из проблем. Но несмотря на это, наши страны сотрудничают в сфере среднего и малого бизнеса. И работают довольно хорошо. У нас в Судане много российских компаний. Они работают в разных отраслях. В сфере электричества, в секторе нефть и газ. У нас самые хорошие компании, которые занимаются добычей золота и полезных ископаемых. Поэтому, думаю, наша задача – убедить всех инвесторов, что они могут приехать и спокойно работать в республике Судан. Мы действительно сейчас очень важную тему затронули. Господин посол, у нас при первом неофициальном канале есть деловой совет, где как раз власть напрямую может пообщаться с бизнесом. Я приглашаю вас стать членом нашего делового совета. Как раз я уверена, вам есть что рассказать. Рассказать нашим бизнесменам как раз об особенностях суданского рынка и наоборот. С удовольствием. Я готов встретиться с вашим деловым советом и предоставить бизнесменам все возможности и всю информацию об инвестировании в республики Судан. Спасибо, господин посол, за интересный разговор. Я желаю вам успехов и надеюсь, вас увидите в нашей студии еще не один раз. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Продолжение следует...